И граница, ради бога, вот одна впереди, естественная, позади искусственная, обводный канал. Можно себе прекрасные прожива вывязывать, выписывать. У нас очень красивый канал. Когда-то Екатериненский, сейчас Грибоедово, так изящно, так красиво по городу течет, что одна из самых красивых рек и одна из самых прекрасно вписанных архитектур в этот канал. Вот мы сейчас с вами будем ехать, посмотрите, через границу городскую. И первого столетия существования города. Город это всего 300 лет. Всего 300 лет Петербургу. В этом году, если точно, 313 лет. И вот посмотрите, все вот это граница. Вот мы сейчас там внутри с вами будем ездить, где в 18 веке определился город вот внутри. А здесь мы сейчас с вами ехали. Это была загородная часть. Вот посмотрите, чтобы приехать красиво в город. Вот такие мостики. У нас их всем одинаково, как мы сейчас с вами стоим. Правда, это современный, конечно, остался вот с этими деталями и цепями. И вот этими башенками. В башенках барабаны когда-то были. На барабаны цепи натягивались. И поднималась центральная деревянная часть моста. И корабли с мачтами проходили. Зрещая, красивая. С левой стороны верстка Камбабинская. Первая отмечавшая количество верст по дороге на Петергоф. Вы завтра будете ехать этой дорогой. Вот эта площадь у нас когда-то Калинкина называлась. Потому что деревня Кальюла. На ней находилась финское название. Финских названий много. Финские территории когда-то все это бывшее. Они сейчас у нас русифицированы, эти названия. Мы даже если не уточнить, так и не понимаем, как это. Ну, кто не причастен к этой теме, что это, в общем, и исконные нерусские. Кальюла. Вот Калинкина стала на русский ламп. Дальше. Вот мы едем сейчас с вами по той самой речке, которую я упомянула. Канал Грибоедово. Это река. У нас очень много рек. У нас очень много каналов. Искусственных, естественных. Вот это естественно. Их 68. У нас река-каналов. Вот это когда-то речка Кривуши. В обмороженном числе Кривуши. Почему такая Кривуши? Да потому что петля это так изящно красиво. Где-то спрямляли русло, где-то оставляли.